Эта история началась летом, 2012 года, когда я тренировал молодых соколов летать на мобилу и на воздушного змея. На поле, где проходили тренировки, стал регулярно появляться взрослый самец краснохвостого ястреба. Поначалу он пытался поймать моих птиц, но убедившись в тщетности своих попыток, он стал сам пытаться сорвать вобилу с воздушного змея. Безусловно, птица была очень наблюдательная и смышленная. Он быстро уловил идею, стоит завладеть вобилом и ты получаешь корм. Спустя 4 месяца, в декабре, когда я вновь стал летать своих птиц по утрам на этом же поле, история с краснохвостым ястребом нашла не только свое объяснение, но и продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так, задерживая ** Сейчас он с твоей стороны за этого снимет боковой и боковой ... Воковая! Продолжение следует... 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 Я тут же дал ему кусок мяса, которое он на ход напринял, и с этого дня он стал постоянно прилетать на мой свист. Он занимал позицию на дереве и дожидался окончания полетов, после чего приходил на брошенное мною вобило и потом кушал. Уверенность его росла с каждым днем, и сегодня он даже стал нетерпеливо покрикивать, призывая меня скорее закончить полеты соколов и выдать ему завтра. От нетерпения он даже прилетел ближе и сел на поле до окончания полета в моего молодого черного солнца, за что сразу же был атакован. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...